Два слова про Украину. Совсем не о том, что там происходит. Вы об этом наслышаны. Опасность в Украине в том, что нацизм перерастает в фашизм. И с поддержкой Евросоюза, я уже об этом говорил, этот фашизм, не национализм, не нацизм, а фашизм, придет к ним. В Европу, я знаю точно, подавляющее большинство, подавляющее, этого в Европе не хотят. Они, как американцы, привыкли чужими руками что-то делать, как у нас говорят в народе, жар загребать. Но потом, когда этот фашизм придет к ним, пусть с Украины, с других точек, им же придется жестоко, может быть еще жестче, чем сегодня Россия борется с ним в Украине, бороться у себя дома, на своей земле, в той же Германии, Франции, Англии, Испании. Так и хочется спросить, неужели вы забыли, как было восемь десятков лет тому назад? Еще живы свидетели, многое об этом написано. Читайте. Соединенные Штаты, еще один момент. Соединенные Штаты и Запад не смогли объединить весь мир против нас. Россия, Беларусь, поэтому нужны новые акции и провокации. Вы посмотрите, за всеми событиями, которые подталкивают украинцев воевать до последнего украинца, стоят заокеанские деятели и традиционная Европа. Сейчас это называется Европейский Союз, а точнее НАТО. Они прежде всего заинтересованы в том, чтобы война продолжалась, чтобы нас и россиян утопить в этой войне. Чтобы не было дела для других точек в мире. И самое главное, через Россию подобраться к главному сопернику – Китаю. Не смогли объединить весь мир. Посмотрите, Ближний Восток, Пакистан, Индия, Китай, ядерные державы, Африка, да и вся Азия спокойно. Честно скажем, кто-то выжидает, но не поддерживает то, что делают натовцы в Украине. Или же не поддерживают те действия, которые все больше и больше втягивают людей в эту войну. В результате которой уже меньше, чем за 200 дней погибло. Ну, наверное, раз в 10 больше, чем в Афганистане за 10 лет. Им нужны новые провокации, чтобы показать нас, белорусов и россиян, в страшном виде. Помните события в Буче? Буча, Буча, Буча. Зверство российских оккупантов. И где сегодня Буча? Когда дошло до сути, никто ни одного факта не предъявил, кого убили, как убили. А мы-то знаем, как свозили туда тела погибших, которые валялись там неделями, незахороненные, и туда водили экскурсии. И там приезжали те, кто это сделал, и ужасались, глядя на эти трупы. Где эта Буча? Ее нет. Продолжены зерном, голодом. А как Африку настроить против России, Беларуси? Как? Там же люди голодают, а голодать будет еще больше. И этот голод усиливается. Нашли причину. Ни Беларусь, ни Россия не пропускают украинское зерно, которое может спасти весь мир от голода. В Украине сами люди голодают. Я это знаю не понаслышке, и многие, особенно на Гомельщине и Брештине, к нам на велосипедах пешком приходят люди, детишки, женщины, старики для того, чтобы покушать и укол сделать, чтобы выжить. А они, видите ли, хотят вывезти аж 20 с лишним миллионов тонн зерна якобы в Африку. Скажите, и где эта проблема зерна сегодня? Почему не стала проблемой? Мы с президентом России прямо обозначили пять, а потом семь маршрутов вывоза этого зерна. Видите, вы помните мой разговор с генсеком ООН, когда я сказал ему, мы пропускаем это зерно, потому что самый выгодный и дешевый путь через Беларусь. Но вы снимите санкции. Мне было обещано, что мы будем решать этот вопрос. Нет, Вашингтоний сказал, нет, Беларуси ни в коем случае. Тогда я сказал, ну хорошо, обойдемся, подавитесь, как я говорил, этими санкциями, вывозите бедным зерно. Почему везут по чайной ложке? Везут, нам уже продоплату отдали железной дороге, везут по чайной ложке. Да потому что зерна там нет. Там никаких ни 20, ни 25 миллионов тонн зерна. Там, дай Бог, что было 4-5 миллионов тонн. Как вчера президент России сказал, а это всего полпроцента мировых объемов. Им нужен был повод, чтобы показать наши зверства. Дальше не сработало, но надо что-то придумать. Пошли глубже, пошли дальше. Уже начали провоцировать войну с Россией. Блокируя территорию Российской Федерации. В данном случае Калининград. Я не знаю, чем они закончат потом. Уже начали оправдываться, особенно литовцы. Да это не мы. Мы же ничего не блокируем. Это же Евросоюз. Я Лаврову позавчера сказал, в Евросоюзе решения принимаются консенсусом. Единогласно. И если бы Литве это было невыгодно, они должны были голосовать за резолюцию Европейского Союза. А проголосовали и были инициаторами. Американцы приказали, прежде всего полякам и литовцам, работать на обострение. Для того, чтобы и здесь, как на Украине, затеять новую войну. Думаю, что закончат последним жителям Европы, как они сейчас говорят о войне об Украине. Мы держимся. Мы понимаем эти провокации и держимся. Лучший худой мир, чем хорошая война. Да, потому что нас по-прежнему пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна. Одним махом разобраться и с Россией, и с Белоруссией. Они якобы переживают, заявляют с Украины, что они не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу Украины в Украину. Да не слушайте их. Они будут рады, я это знаю точно, если мы туда бы вошли. Им это надо, потому что приказано оттуда. И плевать им на гибель мирных жителей. У них политика, у украинских политиков и президента одна. Чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах фашистов с России и Беларусь. Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад. Мы не стремимся воевать в Украине. Нам эта война абсолютно не нужна. Потому что мы понимаем, что погибнут совсем немногие те, кто остались еще живы в Украине. Там перемаливаются в горниле этой операции сотни тысячи ничем не повинных людей. Ну, скажу по-народному, знаете, погиб и погиб. А без ног, без рук вернулся домой. Как ему жить? А таких десятки, десятки тысяч. Субтитры создавал DimaTorzok